Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья! Это телерадиоканал Страна ФМ, первая и единственная в России телеканала с синхронным вещанием в ФМ-диапазоне. Меня зовут Александра Хайрулина. Это программа «Лучшее в стране». И у меня сегодня, ну, как впрочем, вы уже наверняка догадались, группа «Мохито», потому что именно клип этой группы мы только что посмотрели в эфире. Александра Стрельцова и Александр Нехворостный. Правильно, Саша произнесла? Абсолютно. В общем, так, у нас сегодня тут три Саши, мы все в чёрном, но, в общем, я, конечно, да. Сашенька, ну ты загадываешь желание неустанно, прямо в течение целого часа. Уже начала. А я мальчик один, поэтому, может быть, я загадаю желание первым. Загадывай, Саш. Очень рада вас видеть в нашей студии. Сразу скажем, что ребята у нас впервые, хотя, конечно, давным-давно уже должны были здесь оказаться. Но тут, тем более, такой случай, в общем, когда уже не стоило, нельзя было откладывать нашу встречу. Это новый клип, новая песня. Да ещё и с названием «Мальдивы. Вдруг зимой под Новый год» ребята решили, мне кажется, сделать подарок тем, кто бы очень, может быть, хотел провести новогодние каникулы на Мальдивах. Да, это специально, да, так и есть. Да, но не может в силу разных на то причин. Клип мы обязательно посмотрим с вами в ближайшее время, так что будьте непременно поблизости. Но сначала, конечно, хочу узнать у ребят, почему именно была ставка сделана в канун Нового года на песню и клип «Мальдивы». Чья идея? Вообще, это совместное решение по поводу «Мальдив». Просто в этой песне есть, ну, как бы в смысле, то, что метель за окном, в общем, снег и так далее. И, то есть, там есть такая фраза «Устроила Мальдивы в своей квартире». То есть, в принципе, это можно приурочить к новогоднему празднованию. Да, да, да. Вот, и в то же время, то есть, это позитив, это не какая-то грусть, хотя у нас был трек, который мы хотели выпустить до Мальдив, но потом мы переиграли всю эту историю, решили, что с зимой… Мы решили, перебью, мы решили сыграть на контрасте из-за того, что сейчас на улице всё белое и серое. Больше серое, к сожалению. А у нас вышел яркий клип, который, причём, месседж клипа не в том, что она на понтах и на Мальдивах, а в том, что она просто психанула и дома себе сделала хороший праздник с друзьями, как бы вечеринка в стиле Мальдивы с «Махита». Ну вот, кстати, что касается самого клипа, здесь вы тоже принимали какое-то участие или полностью доверились режиссёру, который отталкивался от текста, я так понимаю? Да, тут, в принципе, было всё понятно в плане самого текста, да, и поэтому как бы мы… Мы уже заранее знали. Заранее, да, планировали, что это всё будет, условно говоря, отталкиваться от текста. Это будут Мальдивы в квартире. Мальдивы в квартире, конечно, ничего придумывать не нужно, всё уже придумано. Саш, ты являешься автором многих песен группы «Махита». А в данном случае… Саша и Саша. Да, в данном случае… Это Сашина песня. Да, в Мальдивы это… Целиком, и музыка, и слова. Да, да. Слушай, какая ты умничка, Саша. Ну, чувствуется, кстати, конечно, там именно женская рука. Женская тоска по вот этому, по теплу, по морю, по песочку и так далее. Вот этот ваш союз и такое взаимопонимание, это связано с тем, что, собственно, имя просто прекрасное вас так связывает? Нет, это на самом деле годы тренировки. А, не всё так было просто поначалу. Когда-то гадалка нагадала мне, что с Сашей нельзя тебе работать. Ну, как Саша плюс Саша, нет, это не твоё. Гадалка-нагадалка. Да, 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 было так правда. Саша, правда, подожди, а это уже было после встречи с Александром? Это было до встречи, задолго до встречи. И она почему-то сказала тебе сразу, что с Сашей мне не работает? Ну, типа, да, то есть я пришла, я один-единственный раз была у гадалки, у экстрасенса, и она мне сказала, Саша. Там, ну, дала какие-то инструкции. Она перепутала просто, надо было работать, говорит. И я просто, представляете, я просто недавно нахожу этот листочек, где написано С плюс С, нельзя работать. Понятно. И вспоминаю, что она мне говорила, Саше, типа, работать нельзя. То есть это спустя уже, ну, наверное, лет 5-6 прошло, вот с тех пор, как мне нагадали. И я думаю, как она ошибалась. Мне кажется, да, действительно, либо она неправильно смогла сама истолковать своё видение какое-то, которое к ней пришло, да, либо, ну, даже не знаю. Может, она другого Сашу имела в виду? Может быть, и скорее всего так и есть, пусть она так и думает. Саша, а ты отправлялась тогда больше по личной жизни или по карьере тебе вопросы волновали? Вообще, вот, меня просто подруга туда затащила. То есть у меня вот такие вещи, я вообще их не признаю. Я считаю, что человек сам строит свою судьбу, свою жизнь, и он как бы руководит этим процессом. А когда ты приходишь к гадалке или ещё к каким-то разным вестникам судьбы, то тебя просто могут запрограммировать, и всё, тебе могут сказать, что всё, у тебя будет плохо. И ты такой вышел, окей, хорошо, всё, у меня будет плохо. И живёшь по этому сценарию. Да, да, то есть я как бы в это не верю, но она, ну, моя подруга, она просто вот, пошли-пошли, ты вообще удивишься. Я удивилась, конечно. Я, несомненно, удивилась. Это было странно для меня вообще, то есть, и сама гадалка оказалась молодой девчонкой такой, необычной. Теперь я понимаю, она, наверное, тоже пела, и она просто увидела большой колоссальный успех, когда S плюс S, чего, собственно, и побоялась, скорее всего. Ну да, сейчас она уже говорит по-другому. Но я уже к ней больше не ходила, но через подругу сообщения приходят. Да, это очень такая поучительная история. Саша, у тебя был опыт обращения к экстрасенсам, гадалкам? Вы знаете, я родился... Тебе говорили, что вот плюс S это вот не надо. Нет, 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 мне не говорили. Лучше XS. Нет. XS у нас тоже есть, нормально. Нет, просто я родился в Бурятии, а как вы, наверное, знаете, что Бурятия — это центр буддизма России. Да, конечно. У нас там буддийские храмы, озеро Байкал, и там больше астрологическая история, шаманы, астрологи. И, конечно же, как любой житель Бурятии, естественно, как бы все рано или поздно с этим сталкиваются. Ну, там ничего такого не говорят и никак тебя не программируют. Саша, а где именно в Бурятии? В Улан-Удэ, столица. Улан-Удэ, да. Сколько лет ты там прожил? 23, по-моему. Вот апреля, и что? Это так уже, в общем, там ты уже созрел, там уже осознанное решение, и сразу в Москву. Да, да, я приехал именно за тем, чтобы оказаться сейчас здесь. Друзья, у нас же впереди очень интересные подробности, и биографии, конечно, и творчество. Но сейчас предлагаю нам сделать такую музыкальную паузу, и, конечно, мы посмотрим ваш клип. Улыбаться с тобой, сколько уже ему натикало годков? Ой, блин. Годика 3-4, наверное. Да, 3-4 года. А как же это так получается, если группа... А, это дебютный альбом был выпущен в 2015 году. А у вас... Группа еще старше, чем в 2015. Так сколько же, сколько же лет в группе «Мохито» мы с вами узнаем сразу же после того, как посмотрим клип, улыбаться с тобой, ну и послушаем, соответственно, этот трек. Лучшее в стране. Программа «Лучшее в стране» телерадиоканал «Страна.ФМ». Друзья, у меня сегодня у гостя группа «Мохито» Александра Стрельцова, Александр Нехворостный. Мы посмотрели уже парочку клипов, впереди, напомню, нас с вами ждет премьера, новый абсолютно клип «Мальдивы», трек, соответственно, тоже новый. Подробности нас еще с вами ждут, так что оставайтесь с нами. Пока же мы разговариваем о жизни, о становлении творческом и так далее. Саша вот, ну, Женя Нехворостный рассказал о том, что он из Бурятии, 23 года там прожил. Саша, музыкальное образование какое-то было? Подъездное. Подъездное. Ну, кстати, иногда подъездное и ресторанное впоследствии, это самое хорошее. Ресторанное, подъездное. Да, у нас, как говорится, все, все школы наборы. Нет, Саша закончила еще школу музыкальную. Я все-таки фортепиано, да. Это в Саратове уже все происходило. Да, с великим трудом я закончила эту школу. Саша, ну а ты по профессии, ты кто? Преподаватель физической культуры и спорта. Да что ты говоришь? Из рук. Вот это да, из рук. Но я так понимаю, что уже во время учебы, наверное, было принято решение, что точно ты не будешь ни одного дня работать. Травма несовместимая со спортом, вот, и это случилось достаточно рано. Да нет, нет, с детьми, как бы я был футболистом, играл во второй лиге уже в 16 лет. Здорово. Ну, потом не получилось. Ну, это, как правило, судьба вмешивается просто. Судьба, да. Причем так, я вообще, как бы, музыка, это была просто крайность, условно говоря, из крайности в крайность. Ну, представляете, где спорт, где музыка. Ну, когда ты переезжал в Москву, ты же как-то для себя обозначил, чем ты будешь здесь заниматься? Да. Музыкой? Да, у нас была рок-группа. А-а-а. Ну, назови. Кто-нибудь знает о ней? Да, конечно. Называлась рок-группа «Афазия». Мы даже когда-то, давно Сергей Жуков организовывал большой всероссийский конкурс с русским радио. Назывался «Живи музыка» или что-то такое. И финал проводился в Питере, где мы выиграли сначала в Сибири, в Сибири выиграли там центральную часть. И потом с группой «Марсель», со Стёпой мы зарубались в финале за первое место. Стёпа у нас был прямо вот буквально на прошлой неделе. Стёпа меня помнит ещё как рок-музыканта. Ну, надо же. Так, ну это была, я так понимаю, мальчишеская группа. Да, да. Ну, нет, девочка пела, но мы с девочкой ездили. Но не я. Но не она. Ну и что же потом произошло, Александр? А потом я решил стать поп-музыкантом. Так. Рок в нашей стране как-то не пошёл. Держится на наших старичках, Чайфах, Сплинах и прочих. Молодые имена как-то, ну, в общем, тяжело. Рок-музыкантам сейчас тяжелее, чем кому-либо вообще. Ну, не знаю, да. Сейчас рок-музыканты, если нас слушают, напишут. Так или нет? Ну, наверное, Саша, тебе тоже виднее. Ну, дальше-то что расскажу. У вас сыграет рок-музыка? Конечно. Кто? Ой, слушай, давай... Ну, Би-2, наверное, точно. Есть Би-2, конечно. Ну, есть и различные группы, Animal Jazz, есть и Оберег, и достаточно большое количество. Я скажу, такое количество, как у нас в эфире, пожалуй, нигде не представлено, но если только вот прямо на конкретной станции, где только на этом ставка сделана. Ну, давайте мы всё-таки про вас поговорим. Давайте, хватит. Итак, как же Александра в твоей жизни появилась? Я её выдернул из Америки. Она была в Штатах. То есть ты из Саратова маханула в Штаты или через Москву как-то подлежала? Нет, у меня-то вот уже вся своя история складывалась. Просто в какой-то момент я решила попробовать сделать визу себе в Америку. И сделала её. Так, вопреки всему. Попреки всему успехам, хорошо. И я подумала, такая, ну, есть виза. Это знак. Значит, надо ехать. Я взяла, собрала свои вещички. С мужчиной. И поехала с другом на тот момент. Просто с другом, да. Мы поехали вдвоём первый раз в Америку. Там путешествовали по Нью-Йорк, там, Вашингтон, Мэриленд, в общем. И закончилась вся эта история Калифорнии, где я пошла учиться на английский язык. Ну, молодец. Ну, в общем, да. Я смотрела, вообще, я очень мечтала побывать в Лос-Анджелесе. И даже, возможно, думала, что это будет ПМЖ, то есть постоянное место жительства, но... Ну, а ты себя представляла там как певицу, ты хотела Калифорния, да? Да, конечно. Ну, это же Голливуд. Я сразу туда... Я первым делом, когда я только вступила на Голливудский бульвар, я увидела сразу же академию, ну, академию всяких там режиссёров, там, певиц, музыкантов. И я сразу туда пришла. Говорю, сколько, how much? Сколько стоит обучение? Ну, как смогла, задала вопрос, да, понятно. Да, да. И, конечно, прайсы там жестокие сразу, я такая... Ну, ладно, зато начала знакомиться просто с разными людьми, в общем, вся эта тусовка голливудская очень прикольная, но вот чтобы там остаться жить, как бы я не чувствовала, сердце моё не дрогнуло. И в этот период как раз мне начал писать Саня. Но вы не были знакомы, чего он теперь стал писать? Он тогда... У нас пела другая девочка в группе, и мы расходились. И он начал искать срочно замену. А у Саши уже где-то были в интернете выложены её треки записаны? Да, 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 у неё там было видео с тремя с половиной миллионами просмотров, и я на это повёлся. И с мужчиной? Нет, просто пианино, шторы и песня. Хорошо. Да, это такое домашнее пение, так скажем, лайфстайл. Вот. И Саша мне написал, типа, где ты, что ты, с кем ты, есть ли у тебя контракт. Я говорю, нет, я вообще в Калифорнии, вот пока здесь живу, не знаю, что дальше. Да, Саня такой... Впереди у меня блистательная карьера в Голливуде. Ну да. Нет, я, конечно, так не сказала, я потому что была на распуте, я пока ещё не знала, кем я себя там вообще найду, и найду ли, и вернусь ли я в Россию. В общем, была вообще в неведении, так сказать. А Саня мне предложил, начал мне скидывать вот такие песни, у нас очень похожие, типа, с тобой волна, именно творческая. Ты посмотри, какой решительный, да? То есть прям всё-таки приезжай, говорит, у нас 20 сентября гастроли. Гастроли даже. Да, гастроли в Улан-Удэ. Я говорю, ты что, с ума сошёл? Говорю, ну не знаю, это было летом, и уже 20 сентября мы реально полетели с ним в Улан-Удэ. То есть ты пока стала участницей рок-группы? Нет, это уже была... А, уже Махито, всё, ты уже этот проект придумал, и всё, решил для себя. Уже Махито на тот момент было 3 года, как Саша пришла. Тогда получается, сколько лет группе на сегодняшний день? Ну, страшно. Ну, не будем об этом. Ну, что такого? Ну, примерно 7 или 8. Примерно 7 лет. Ну, вообще, если быть честной, то в Махито я реально с начала, с конца 11-го, с начала 12-го года. Ну, и будем тогда считать именно с этого времени, конечно, день рождения группы Махито. Друзья, мы прервёмся совсем ненадолго. Насколько я понимаю, сейчас мы с вами вашу работу посмотрим. Я не могу без него. Без тебя. Без тебя? Да. Это ты, если говоришь, Саша. А если ты смотришь на меня и говоришь, я не могу без него. Да, да, да. Для тебя программа «Лучшая в стране» не оставайтесь с нами. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Программа «Лучшая в стране» продолжается. У меня сегодня в гостях группа Махито, Александр Стрельцов, Александр Нехворостный. Нас ждут с вами впереди замечательные музыкальные сюрпризы. Это новый клип и песня «Мальдивы». Очень красивый, яркий, солнечный клип. Мне, честно, очень понравился. Я надеюсь, что нашим зрителям тоже придётся он по душе. Прежде чем мы перейдём к просмотру клипа и ещё немножко о нём поговорим, я хочу задать вопрос Александру. Саш, но ты же являешься автором не только песен для группы Махито. Ты ещё и известен как автор для других артистов, да, песен? Дима Билан точно. Да. Григорий Лепс точно. Это Саша, мы писали песню. Но он её ещё не выпустил. Уже взял, наверное, года 4 или 5 назад и лежит у него в закромах. Когда вы пишете песню для другого артиста, это уже целенаправленное у вас задание или просьба, не знаю, как это происходит? Либо вы понимаете, что... Саша, тебе нравится эта песня, то, что мы написали? Ну, как-то не очень. Ну, давай тогда мы её продадим. Да, примерно так. Вот так, да? А ты что? Ты знаешь, мне кажется, это хит. Мы, значит, себе оставляем. Вот, да? Примерно так? Ну, если серьёзно. Ну, примерно так. Нет, в основном все песни, практически все, мы пишем для группы «Мохито». Но иногда просто бывают просьбы, а вот напишите вот что-нибудь вроде Лепса там, или напишите вроде там каких-нибудь ещё артистов. Ну, как бы если и прёт, да, если есть вдохновение, то мы пишем. Ну, и дальше уже расходятся там, куда надо. Да, да, да. Ну, и «Сарафанное радио», плюс, да, чья песня кто-то тебе написал? Ну, это вот Саша и Саша. А кто отвечает за слова, кто за музыку? Или у вас одновременно два канала открыты у каждого? Да, да. Да, примерно так? Ну, это фантастика какая-то. Два талантливых человека, тогда наверняка всё равно возникают хотя бы изредка какие-то моменты, ну, споров, я не знаю, вот здесь вот это слово «Нет, убери его», должно быть другое. Ну, не без этого. Ну, коррекции, коррекции, их никто не отменял. Любой писатель, он всегда потом корректирует своё написание. Ну, ты как девушка пользуешься какими-то преференциями? То есть, Саша, ты уступаешь в какую-то... Я считаю по-другому, но хорошо, пусть будет так. Ну, споры возникают, но мы всегда находим компромиссное решение, и всё получается так, как надо. Ну, это прекрасно. Да, поживём, увидим, как будет дальше развиваться ваши отношения. В 2015 году, правильно же, у вас первый ваш альбом вышел у группы «Мохито», «Слёзы солнца». И, насколько я понимаю, сейчас как раз вот уйдёт работа над вторым альбомом. Активная причём, да. У нас очень много песен в работе сейчас, мы уже даже не знаем, за какую браться. Но, да, у нас есть уже прям готовый практически альбом. Вот скоро-скоро. Есть какие-то сроки примерные? У нас всегда есть сроки, но мы... Не всегда в них укладываемся. Их не в них укладываемся, да. Но у нас впереди, пока не скажу, когда именно, но надеемся, что весной состоится наш концерт сольный в Москве. Мы готовимся сейчас к этому. Презентация как раз альбома? Да, именно мы хотим приурочить этот момент именно к выпуску альбома, если успеем, опять-таки. Потому что альбом — это вещь такая. То есть, если получится, если у нас всё прям вот будет, каждая песня так, как мы хотим, то мы, естественно, выпустим, мы сделаем концерт хороший с музыкантами, то есть всё там будет классно. Но до этого вы обязательно придёте к нам и сделайте у нас в студии презентацию альбома. Давайте так договоримся. Хорошо. Друзья, группа «Махита» сегодня в гостях программы «Лучшая в стране». Сейчас я предлагаю нам, наконец-то, уже подарить удовольствие нашим зрителям и слушателям, посмотреть новый клип «Мальдивы», послушать, соответственно, новый трек. Ну, есть как-то настройка какая-то, правильно, которую мы должны дать нашим зрителям, слушателям перед просмотром? Ну да, просто, ребята, настройтесь на позитивную волну страны FM. Короче, громкость на максимум, ну и ближе к телевизору. Двигайтесь тоже, друзья. Премьера «Мальдивы» «Махита» на телерадиоканале «Страна FM». Думаешь, я твой враг, думаешь, предала, я просто на скоростью не сорвалась, мечта достать до самого дна. Думаешь, спину нож, а ты так просто, что ж, уже не больно, любимый мой, видя тебя с другой. Я самая счастливая в мире, устроила «Мальдивы» в своей квартире, и чувства замело снегами, и больше мы не мы, это все не с нами. Я самая счастливая в мире. Думаешь, я твой враг, думаешь, испарюсь, но не случается все просто так, не вернусь, уже я не вернусь. Думаешь, я твой враг, и призатила, любовь за минуту рассыпалась в прах, а я еще думала, я еще верила. Я самая счастливая в мире, устроила «Мальдивы» в своей квартире, и чувства замело снегами, и больше мы не мы, это все не с нами. Я самая счастливая в мире, устроила «Мальдивы» в своей квартире. Я самая счастливая в мире, устроила «Мальдивы» в своей квартире, и чувства замело снегами, и больше мы не мы, это все не с нами. Я самая счастливая в мире Устроила Мальдивы в своей квартире И чувство замело снегами И больше мы не мы, это все не с нами Мальдивы Друзья, премьера на телерадиоканале Страна ФМ Мальдивы Новый клип группы Мохита У меня сегодня в гостях как раз Александр Стрельцов Александр Нехворосный Ребята, я вас поздравляю, искренне прекрасная работа Спасибо за эти очень солнечные Яркие краски Которые зимой нам, конечно, не помешают Впрочем, у нас такая весна, что я думаю До августа мы этот клип будем смотреть, крутить Если не до следующего сентября Если у вас идея такая К лету написать какую-то песню Конечно, для тех, кто очень любит зиму И скучает летом Я думаю, что слишком мал процент Вероятности, да? Что это случится? Нет, того, что люди больше любят зиму, чем лето Ну, в основном, да, согласна, конечно В основном все-таки все Вы тоже больше лето любите? Однозначно, вообще Я вообще летом родилась, поэтому Поэтому, да, но летние, как правило, очень любят лето А те, кто зимой, кстати, вот они могут как раз относиться к зиме более-менее Благосклонно Саша, я тебя хочу спросить вот что Ты же у нас является участницей проекта «Голос» Градский Александр был наставлен Кстати, Александр, ты чувствуешь как-то так судьбоносно Прямо в твоей жизни? Я говорю, у меня когда, вот когда я в школе училась Я спрашивала родителей, за что? Почему я Саша? Почему вы назвали меня мальчиковым именем? Так, что они тебе отвечали? Они говорят, да ты что там? Александра, это же там на-на-на Все истории Ну, то есть тебя не в честь мальчика назвали? Меня тоже нет, кстати Нет, не в честь мальчика То есть они вообще Я так думаю, что меня назвали в честь прабабушки Хотя мама говорит, что не обязательно Просто говорит, красивое имя Александра Просто так совпало, да Что прабабушка тоже была Вот, потом, когда я подросла, стала девушкой И я говорила, меня зовут Александра И потом я сама влюбилась в свое имя Но все равно в своем окружении Я была одна в своем роде, Александра И только вот несколько лет назад Вот просто куда бы мы ни поехали Какие бы у нас гастроли У нас обязательно там организаторы зовут Саша Кого-то диджея зовут Саша И всех вокруг зовут Саши И мы уже с ума сходим Вот эту песню «Улыбаться с тобой», которую мы совместно сделали С СТ Тоже Саша В общем, это просто Ну, в общем, ты уже, я думаю, можешь сходу сразу говорить Если вас ожидает новое знакомство А ты уже знаешь Саша Скорее всего, ты Саша Тем более, если даже намечается какой-то проект Здесь абсолютно однозначно Саша, ну, у тебя отношение к своему имени Прекрасное Всегда было хорошее? Да, вот, да А как вас называют чаще, вот со стороны? Ну, не Саша же и Саша Наверняка какой-то есть, да? Может, кого-то Саня, кого-то Сейчас, барабанная дробь, давай, как меня зовут? Она Стрела Стрела Стрельцова, понятно Стрельцова, да Я не буду ругаться Там такое Нормально Стрела Стрела Нет, он про себя, может быть, хотел сказать? Мы в основном его называем Саней Ну, в переписках в наших общих чатах А, Александр Юрьевич вообще, да Ну, да, это он льстит себе Нет, ну вообще, иногда мы и правда называем его Александра Юрьевича То, что он у нас очень многофункциональный человек Он за многое отвечает Он директор нашей группы также По совместительству, на полной ставке Ну и вот, например, даже, да, открою секрет В то время, пока мы с вами смотрим клип, Александр Концерты там со всеми городами Мира просто на связи Это Германия, но мало ли Да, давай расскажем, конечно С 16 декабря С 16 декабря Так это уже, да, через трени Мы будем в двух городах Германии Название не помню Но афиша у нас есть на всех наших ресурсах Вот, я еще А это точно Германия? Это точно Германия Я еще просто не очень хорошо выучил немецкий язык, поэтому Нет, у нас просто там целый тур будет по Германии в декабре И там очень много городов Около 8 концертов Кёльн, Майнс, там еще какой-то В общем, понятно Да, есть, конечно, социальные сети И там еще эти группы Мохитов Куда лучше заходить? К Саше или к Саше? Без разницы Мы все дублируем везде Вконтакте, Инстаграм, все дублируется Саша, я хотела у тебя спросить Как раз про проект Голос мы стали говорить Скажи, для тебя лично Вот какой-то опыт получен? Ты вообще что-то вынесла? Или сказала, потраченное зря время? Нет, ну конечно Я вообще в жизни все воспринимаю с позитивом Как бы оно там ни пошло Потому что это все идет в копилочку опыта Вот И, ну это был сложнейший для меня Период, честно Я вот настолько респектую ребятам Которые борются там в этих конкурсах Потому что это... Стресс колоссальный Для меня это, да, это колоссальный был стресс Я просто чуть не посидела, мне кажется Ну, во-первых, вообще я даже не ожидала от себя Потому что я особо в конкурсах никогда не принимала участие А тут такой масштабный конкурс На который мы так собрались с нашим продюсером И думаю, может быть отправим анкетку туда? Ну, пойдет, ну пойдет, нет, нет И мы как-то так на бум отправили И в итоге мне позвонили и позвали меня на кастинг уже непосредственно на Востанкино И после этого мы пошли еще в слепые То есть все само собой так сложилось И, конечно же, было печально вылететь из дуэтов Но просто Градский, он немного не наш формат В плане, ну, как бы меня как человека Потому что я больше эстрадная, все-таки певица Больше к попсе ближе Ну, конечно, да, вы абсолютно разные Ну и тем не менее, у меня песня такая была, романсовая Просто совершенно не моя То есть я прям выжила из себя там все, что могла Ну, когда тебя не трогать за душу, ты не можешь это сделать вот настолько, насколько можешь что-то другое Спеть от души Ну, да Ну, зато это прекрасно, что мы слышим в ваших песнях Что это ваше прожитое, ваше абсолютно органично с вами сочетающее Здесь даже, я думаю, никаких, не может быть ни у кого споров и сомнений Друзья, расскажите нам, пожалуйста, в преддверии Нового года Какие у вас планы на Новый год конкретно, на новогоднюю ночь? Есть ли? Работать Хотелось бы сказать, что мы соберемся в семейном, уютном кругу Под мигающие огонечки Ну, может быть, на старый Новый год Да На новый, может быть Работать, да? Ну, да Ну, вообще, с Новым годом у вас какие-то хорошие, добрые такие воспоминания с детства? Конечно, я вообще обожаю Новый год Новый год — это пора волшебства Вот я считаю, что если человек, например, в этот период думает о хорошем Если он верит в чудо, продолжает, несмотря на то, сколько ему лет, там, 15 или 50, неважно Если человек верит в чудо и волшебство, то оно случается И пишет письмо Деду Морозу Да Желательно Желательно со всеми, как говорится Мы вчера писали с сыном, у меня сын три года, его зовут Марк Да что ты, так И мы вчера, ну, короче, на днях писали письмо Деду Морозу Ну, скажи по секрету, пожалуйста, что дед вам готовит там? Железную дорогу, троллейбус и еще там несколько всяких игрушек Короче, списки Ну, пока, в общем, еще вполне папа может попотянуть У папы, наверное, другой будет список Ну, в общем, из чего мы делаем вывод, что вы не пара, что ли? Нет Не пара Думают, но мы не пара У нас всегда организаторы хотят поженить для экономии Вам, говорят, один номер? Я говорю, посмотрите, райдер, пожалуйста Там написано, черным побилом, нам три раздельных номера Один мне, второй тоже мне и третий, и третий Саше Я же, что, один, ну, мы втроем ездим, звукорежиссер, я и Саша Ты три раздельных номера Они говорят, ну, вы же пара, зачем вам? Я говорю, с чего взяли, что мы пара? У нас что, в паспорте написано, у нее фамилия нехворостная Да, было даже несколько казусов, когда мы реально приезжали Да, прям в ногу нас селили И нам говорят, вот у вас один на двоих Говорю, ну, здравствуйте Мы вообще-то друзья, мы, конечно, хорошие друзья, но не настолько Саш, ты женат? Да И сыночку уже три года Один пока у тебя только? Один Что поет? Я не могу без тебя И мало половин Ну что ж, да, вот репертуар такой Но папина пока как-то не идет Почему? Вот я не могу без тебя, он и поет нашу песню Да, это ваша песня О, господи, пожалуйста, я Так, Сашенька, ну, у тебя как с личной жизнью? У меня, ну, как бы я, можно сказать, встречаюсь на выдане Вот Все серьезно, надеюсь Саш, вот выйдет замуж, что будешь делать? А если муж такой скажет Дорогая Александра, вот, пожалуйста, мы летим на Мальдивы на три месяца Потом мы летим туда Давай-ка ты Я заведомо знаю ее ответ Нет, я все устрою Так, на Мальдиве две недели, значит, туда столько-то Потом на гастроли Потом сюда Потому что мы как бы стараемся всегда вот все сделать так, чтобы уложиться во все Потому что отдыхать, ну, конечно же, надо Потому что если ты не будешь отдыхать, ну, в старости от тебя уже ничего не останется Она приехала с Шерландки вот позавчера Я вижу очень красивый загар, да Молодцы Ребят, спасибо вам большое Я искренне хочу вас поблагодарить и, конечно, пожелать вам успехов Потому что вы действительно очень талантливые, замечательные, абсолютно творческие люди И пусть все ваши творческие желания, амбиции реализуются Ну, и вообще будет много радости Ждем всегда ваши новые работы Еще раз спасибо за Мальдивы Спасибо вам В квартире Группа Мохито, друзья Александра Столицова, Александр Нехворосный Ну, и, кстати, вот мы под занавес тоже смотрим и слушаем Не беги, Мохито С наступающим Новым Годом! Спасибо и вас тоже! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!